Товарищи, добрый день еще раз всем. Я, наверное, не сказал этого. Давайте я напишу формулировку теоремы, которую нам предстоит доказывать долго и упорно. Не, ну я надеюсь, что у нас быстро дело пойдет, потому что на самом деле ничего сложного нет, но просто такая довольно громоздкая штука. Вот у нас есть события какие-то, пусть g равняется v, это такой орграф зависимостей для этих событий, что существуют числа x1 и так далее, xn из 0,1, с которыми для любого i вероятность аитова не превосходит x и т, помножить на произведение по всем g, таким, что ребро направлено из аитова в ажитова, действительно ребро, единица минус x житая. Вот такое вот громоздкое, страшноватое условие, которое должно было стать понятным в прошлый раз, когда мы из него выводили симметричный случай локальной лембы. Вот, тогда вероятность пересечения отрицаний всех этих событий, то есть вероятность того, что ни одно из них не произойдет, больше либо равняется произведение по i от 1 до n, 1 минус x и т, и стало быть, больше нуля, что и является нашим наиболее значимым результатом. Ну, в общем, приложение вы уже помните. Вот наша цель – доказать в ближайшее время, ну, точно за сегодняшнюю лекцию, по крайней мере, этот результат. Так ведь он формулировался неделю назад, правильно? Вот. Да, ну, давайте его доказывать. Давайте его доказывать. Давайте, во-первых, сделаем вот такое преобразование. Пересечение по i от 1 до n, а и т с чертой. Можно написать следующим образом. Это вероятность a1 с чертой умножить на вероятность a2 с чертой при условии a1 с чертой, и так далее. А, n минус 1 с чертой. О! Фух. Не, ну это очень просто. Они так крест-накрест сокращаются. Тут только надо помнить, что условная вероятность – это дробь, да? Тут пересекаются сверху события, а внизу стоит вероятность события, которая находится в условии. Ну, вот это условие сокращается с этим, потом в числителе получается пересечение, следующего со множителя оно уже в знаменателе, и в итоге остается как раз вот это пересечение, а знаменатель с предыдущим тоже крест-накрест сокращается. Такая вот стандартная формула. Ее можно дальше переписать, пользуясь тем, что вероятность отрицания, даже условная, всегда есть единица минус вероятность события. Даже если она условная вероятность, все равно это, конечно, верно. Единица минус вероятность a1, единица минус вероятность a2 при условии a1 с чертой, единица минус вероятность a1 при условии a1 с чертой, так далее, a1 минус 1 с чертой. Такая штука. И, в общем, это уже подсказывает, к чему мы идем, потому что наша-то цель доказать, что вероятность оценивается снизу произведением величины 1 минус x и t, да? Ну, вот, наверное, нужно доказать, что вот здесь вот будет не больше, чем x1, вот здесь будет не больше, чем x2, вот здесь будет не больше, чем xn. И если мы каждое такое неравенство докажем, пока это, естественно, под вопросом. Вот если этот вопрос окажется, ну как, отвеченным, да, то у нас получится, что это больше либо равно как раз произведение по i от единицы до n, единица минус x и t. Согласны. Прекрасно. Но это тоже, конечно, под вопросом. Я сейчас сформулирую лемму, которая сильнее, чем то, что нам нужно, то есть чем каждая из вот этих неравенств, которые мы хотим получить. Значит, лемма в лемме, лемма в лемме, потому что сама теорема, это локальная лемма Ловаса, ну, неважно, мы ее назвали теоремой, поэтому можно употреблять слово лемма. Лемма говорит следующее. Для любого i и для любого множества индексов g из 1, 2 и так далее, n, без вот этого i, ну, лишь бы множество индексов и не содержало. Вероятность аитова при условии пересечения по g маленькому из g большого, а житых с чертой, не превосходит x и того. Понят ли, товарищи, почему это действительно является более сильным утверждением? Ну, я не знаю, вот смотрите сюда. Здесь написано А2 при условии А1 с чертой. А здесь написано А2, например, при условии пересечения чего угодно. Если g большое состоит только из одного индекса единичка, тогда будет как раз при условии А1 с чертой. А если g большое состоит из кучи индексов, лишь бы они не включали вот эту вот двойку, да? Ну, значит, будет какое-то более хитрое пересечение. И все равно неравенство справедливо. Всем понятно, да? Ну, вот здесь стоит Аn, и тут стоит пересечение всех, кроме Аn. А здесь стоит, например, Аn, если i равняется n. А после черточки стоит пересечение любых, не обязательно всех, всех в том числе. То есть утверждение для любого g, а не только для такого g, которая состоит из единицы и так далее, n из одного. То есть это более мощная лемма, из нее, конечно, следует все, что нам нужно. Вот, все, нам осталось доказать теперь эту лему. Ну, осталось это сильно сказано, тут потребуется еще усилие. Но, в общем, ничего на самом деле особо сложного. Как только доказываем лему, теорема доказана. Поехали доказывать лему. Лемма доказывается индукцией по мощности множества g большое. Ну, то есть мы сначала фиксируем i, конечно, оно же у нас должно быть любое. Фиксируем i. А дальше индукция по размеру множества g большое. База индукции издевательски тривиальная. Это в духе стандартных таких логических фокусов. Значит, база индукции – это когда мощность g равняется нулю. Ну, мощность g равняется нулю, это значит, что тут вообще никакого условия нет. То есть фактически стоит все омега. Все пространство элементарных событий, где живут все наши события аитой. То есть если мощность g равняется нулю, то вот эта условная вероятность равна просто вероятности аитова. И тут надо прогуляться к нашей формулировке. Надо убедиться в том, что вероятность аитова тривиально не превосходит икситова, потому что дальше идет умножение на числа точно не больше единицы. Это мы потом используем. Тут совершенно тривиально все получается не превосходит икситова. База индукции доказана. Ну, дальше вы все понимаете, что такое предположение индукции. То есть мы взяли какую-то мощность, доказали, что для любого g этой мощности, причем для любого i тоже. Не забывайте, что если мы делаем предположение индукции, то на самом деле i перестает быть фиксированным, конечно. То есть, может быть, надо было не сначала фиксировать я, а говорить, что у нас есть индукция по g, потом мы фиксируем. И, конечно, так может быть лучше. Ну, понятно, в общем, все. Хорошо, вот рассмотрим какое-то g теперь. Фиксируем какое-то g большое. Оно уже не пустое, конечно. Оно состоит из чего-то. Давайте это g большое разобьем на две части, одну из которых назовем g1, а другую g2. Ну, это смешно, конечно, обозначение естественное. Вот. Что такое g1, что такое g2? g1 – это множество таких g маленькое из g большое, что пара аитая-ожитая принадлежит е. g, где е – это множество ребер того самого оргграфа зависимости, который нам дан в условии. Вот. А и – это вот то самое фиксированное и. И мы пробегаем по всем g маленькое из g большое и смотрим, какие туда попали ребра. То есть, не вообще все смотрим ребра, которые выходят из аитого в какие-либо ажитые, а только те, у которых индексы попали внутрь фиксированного нами g большого. Вот. Мы его зафиксировали, и теперь смотрим, какие ребра попали внутрь него. Прицелились. Но g2 – это понятно, это просто дополнение, то есть здесь не принадлежит и все. Не, мы фиксировали и. Мы фиксировали и хотим доказать, что вероятность аитого, вот эта вот, вероятность аитого при условии пересечения по g из g, а ажитых с чертой, не превосходит аитого. Ну вот. Ну, дизъюнктное просто, видите, вот так они определяются, одно дополняет другое. Под дизъюнктным я в данном случае понимаю просто подчеркивание того, что они не пересекаются, но из определения видно, что они не пересекаются. Они друг дружку дополняют. Заметьте, что g2 состоит из таких ажитых фактически, из таких индексов, из таких номеров событий, от совокупности которых аитая независима по определению оргграфа. Правильно? Ну, аитая не зависит от совокупности всех событий, с которыми оно не соединено направленным ребром. Мы из множества всех таких выбрали часть, индексируя их только из вот этого g большого, но тем более, значит, от их совокупности аитая не зависит. Вот, поэтому мы можем теперь рассмотреть два случая. Один тривиальный, а другой содержательный. Тривиальный случай – это когда g1 пустое множество. Ну, может такое случиться. Мы же не знаем, как там g большое устроено. Мало ли как мы его зафиксировали. Может, там нет ни одного ребра. Может такое быть. Но если g1 пустое множество, то, ну, g2 заведомо не пустое, потому что g не пустое, то, конечно, можно точку не ставить. Тогда вероятность аитова при условии пересечения по g из всего g большого, ажитых с чертой, это вероятность аитова при условии пересечения по g из g2, ажитых с чертой. Но вот я специально подчеркнул, из чего состоит g2. из номеров событий, от совокупности которых аитая не зависит. То есть это просто вероятность аитова. А она, как мы уже видели, не превосходит икситого тривиальным образом. То есть опять случай тривиальный. Здесь даже предположение индукции нам не потребуется. Но второй случай содержательный, это когда g1 из чего-то состоит. Давайте эти элементы на будущее, сейчас это не потребуется, но потом понадобится. Обозначим g маленькая 1, g маленькая r. Ну r, понятно, больше либо равно 1. Какое это число? Что-что? Я очень подробно комментировал определение орграфа зависимости. Если я сейчас заново буду подробно комментировать, это мы умрем. В рамках доказательства... Нет, смотрите. Четкое определение орграфа зависимости. Формально. Любой ориентированный граф, обладающий следующим свойством, мы считаем орграфом зависимости. Свойство такое. Вот взяли орграф и смотрим. Итая его каждая... Верно ли, что каждая его вершина, пусть итая, да, не зависит от совокупности тех событий, в которые из нее не идет вот так направленное ребро? Ну вот это уже я подробно комментировал на прошлой лекции. Там была куча примеров, я много об этом рассказывал. Если два события между собой зависимы, тогда туда обратно идет ребро. Это точно. А вот если они как-то более хитро зависимы, например, попарно независимы, но зависимы в совокупности, тогда там могут быть какие-то циклы из направленных ребер, и все более сложно. Вот эти все примеры можно посмотреть в прошлой лекции. Так, ну вот если G1 такому равно, сейчас пока мы не будем использовать эти обозначения, давайте писать. Вероятность АИТа при условии пересечения по G из G большое ажитых с чертой равняется вот такой вот страшной дроби. По-моему, не полезет она у меня. Вот давайте сюда она полезет. Равняется вероятность АИТа пересеченная с пересечением по G из G1 ажитых с чертой при условии пересечения по G из G2 ажитых с чертой поделить на вероятность пересечения по G из G1 ажитых с чертой при условии пересечения по G из G2 ажитых с чертой. Ну, я попробую пояснить, но это на самом деле конечно правильно, то есть вы можете это формально проверить сами, но смотрите, и в числителе, и в знаменателе написана дробь на самом деле, причем и у числителя, и у знаменателя эта дробь имеет в своем знаменателе одно и то же. Оно сокращается. А остается только числитель этой дроби и числитель этой дроби. Числитель этой дроби имеет под знаком вероятности пересечения всего и вся. Пересечение по G из G1 пересеченное с пересечением по G из G2 это в аккурат пересечение по всем G из G, потому что G1 вместе с G2 G дает. То есть вот и здесь в числителе стоит пересечение всех событий аитое и ожитое, и здесь в числителе стоит пересечение всех событий аитое и ожитое. А тут в числителе знаменателя, который выживает после сокращения, вот в числителе знаменателя стоит пересечение по всем G из G большого. Ну и тут в знаменателе стоит пересечение по всем G из G большого. То есть по-моему это можно даже на слух воспринять, не проверяя на бумаге. Вот такая правильная формула Дальше мы ее оцениваем У меня не задача, у меня кончилась доска Конечно, неудачно Ну, давайте сюда пойдем Так, ничего не попишу, но я сейчас буду бегать между двумя досками Просто, чтобы пояснить, я продолжаю неравенство Ну, бегать это сильно сказано, я прогуляюсь Вот, но смотрите Вот здесь аитое пересекается с чем-то Но давайте сверху оценим без вот этого пересечения То есть возьмем просто аитое при вот этом условии Но заметьте, что аитое при вот этом условии Мы это уже писали, это просто аитое Вот я так и напишу Вероятность аитова поделить на вот эту штуковину Идем обратно И пишем, как обещал Вероятность аитова Поделить на Вероятность пересечения по ЖСЖ1 Ожитых с чертой При условии пересечения по ЖСЖ2 Ожитых с чертой Вот так И вот в этом месте, наконец, выстреливает То ружье, которое все время висит вот тут Ну, то есть, наконец, я буду использовать Все вот это произведение А не только икситое, которое использовал до сих пор Ну, я дважды уже использовал Вроде как это неравенство Но всякий раз оставлял от него только икситое А сейчас я оставлю все Вот я напишу икситое На произведение по всем Ж Таким, что аитая, ажитое ЖТЕ 1 минус иксжитое И поделить На то же самое С вашего позволения Я не буду переписывать знаменатель Но просто тот же самый знаменатель, какой был Но наша-то цель какая? Ну, она, понятно, светлая и добрая Наша цель состоит в том, чтобы доказать, что все это не превосходит икситое Я напоминаю просто Да? Но тут есть икситое И есть вот эта дробь Но понятно, чего осталось доказать Осталось доказать, что знаменатель не меньше вот этого произведения На самом деле уже немного осталось Значит, давайте посмотрим на знаменатель Вот тут я его уже перепишу По ЖСЖ1 Ажитое с чертой При условии пересечения по ЖСЖ2 Ажитое с чертой И сейчас Ну, немножко жалко, что я стер с этой доски Но с других я никак не мог стирать Они мне прям принципиально нужны На самом деле ничего страшного Я сейчас вот к этой штуковине Применю тот же самый трюк, который у меня был в самом начале Вот он здесь был выписан Что вероятность пересечения И дальше мы ее расщепляем на отдельные сомножители Вот тут тоже вероятность пересечения Сейчас будем так же расщеплять Мы напишем Во! И здесь пригодится то Сейчас я туда схожу Что Ж1 это вот такая штука Обозначения Вот эти сейчас пригодятся Что Ж1 состоит из Ж маленьких Я напишу вот так Вероятность Ажитое первое с чертой При условии Вот это пересечение оно будет везде сейчас Во всех условиях оно будет присутствовать Дальше надо написать Ажи второе с чертой А здесь будет уже Ажитое первое с чертой Пересеченное вот с этим вот Вездесущим пересечением по Жи второму И так далее Последний сомножитель будет Ажитое РТ с чертой При условии Ажитое первое с чертой И так далее Ажитое Р минус первое с чертой Пересеченное С вездесущим пересечением По Жи большое 2 Ажитое с чертой Вот так Да вроде ничего ужасного Так ну опять они просто крест-накрест сокращаются Я не думаю что это надо сейчас как-то проговаривать Явно даже Вот дальше Ну давайте честно перепишем Это единица минус вероятность Ажитое первое при условии И так далее Единица минус вероятность Ажитое РТ При своем условии Вот такая штука получается Я надеюсь понятно что эти многоточия они разные Ну просто вот здесь многоточие это вот это пересечение А здесь многоточие это вот это огромное пересечение Ну что их писать по несколько раз Видно же все да Самое главное в следующем У нас же теперь есть предположение индукции Оно было для любого И да Например для Жи 1 Для Жи Р И для любого набора индексов Который во-первых не включает вот этот вот или там вот этот вот Соответственно И во-вторых имеет мощность строго меньшую Чем наше текущее Жи большое Но даже вот здесь Даже вот здесь Здесь больше всего пересекается событий Но даже вот здесь их на единичку меньше чем в Жи большом Потому что в Жи большом есть еще Жи РТ А здесь вот мы дотягиваем только до Р минус 1 Поэтому мы к каждому со множителю можем спокойно применить предположение индукции И у нас получается вот так Произведение по Жи из Жи 1 Единица минус ХЖТ Ну если подробнее писать Это 1 минус ХЖ первое 1 минус ХЖ РТ Ну это ровно то что я написал Ну ой Почему меньше либо равно Вот единственное где я ошибся это больше либо равно Потому что каждая вот эта штука по предположению индукции не превосходит соответствующего Х А она со знаком минус Я думаю что больше либо равно Как нам и хотелось А это в свою очередь больше либо равно вот того чего нужно То есть произведение вообще по всем таким Жи Что пара АИТА и ЖИТА принадлежит Е Единица минус ХЖТ Здесь со множители вот в этой правой части Немножко больше вообще говоря Может быть столько же Сколько в левой Вспоминайте определение Жи 1 Вот оно у меня тут присутствует Специально не стирал Жи 1 состоит не из всех вообще-то индексов Для которых ребро А только из тех которые внутри Жи большого А справа написаны вообще все индексы у которых ребро А перемножаются чиселки меньше единицы Поэтому знак неравенства в правильную сторону Все Я доказал локальную лему полностью Ну отлично Сейчас я могу сделать парочку применений Во-первых давайте обсудим число Рамсе Несимметричное Недиагональное А именно давайте обсудим Так что я могу Давайте вот это я точно могу стирать А это пока может пригодиться еще кому-то Тем более что у нас с Ютубом задержка Вот есть такое число Рамсе Давайте начнем с давнего Вот это мы знаем Это мы знаем Это мы обсуждали Это все очень просто А есть следующее число Рамсе Р от 3 запятая Т Ну р от 3-3 мы знаем Это 6 там Р от 3-4 тоже знаем Это 9 Еще чего-то знаем Там не помню до скольки До р от 3-10 что ли В общем это на Википедии надо смотреть Тут большого знания не требуется Вот А общей формулы не знает никто И мне кажется что в рамках этих лекций Я не писал чего известно пока что Правда же? Не писал Значит жуткая Сложная теорема Без доказательства Доказанная буквально Ну вот Последние 30 лет И улучшавшаяся с точностью до константа Буквально в последние годы Значит она утверждает следующее С одной стороны Р от 3-Т Ну это не жутко Это попроще Вот верхняя оценка Она нормальная Она доступна пониманию Простого смертного Она вот такая Т квадрат На логарифм Т Ну с точностью до какой-то поправки Которая стремится к нулю При Т стремящемся к бесконечности Это не важно Вот Это 80-е годы То есть это уже 40 лет давность И надо сказать что Ну скажем Чего наверное Даже в нашем бакалавриате Эта теорема доказывается Я имею ввиду в бакалавриате Кафедры ДМ Где-то там в конце 4-го курса Этот результат будет доказан В рамках курса по гиперграфам Но я конечно здесь его оставляю за скобками Тем более что кто-то пойдет на ДМ Чего отбирать хлеб у Шабанова Вот А нижняя оценка Это действительно очень сложная вещь И я не помню сейчас текущий рекорд Но до последнего времени Вот такой был текущий рекорд Т квадрат На логарифм Т То есть порядок роста известен Т квадрат поделить на логарифм Т Но верхняя оценка Это примерно единица А нижняя оценка примерно 1 четверть Кажется вот эту 1 четверть Немножко еще поджали к единице Но даже асимптотика до сих пор не найдена Вот Это вводные слова Но вот пока такого рода результат не был получен А впервые он был получен в 1995 году Корейским замечательным математиком По фамилии Ким Что конечно очень о многом говорит Ну вот Ну просто Кимов в Корее я не знаю Половина наверное населения Или типа того Даже у нас есть Кимы Вот Но 1 четверть это не его результат У него была 1,162 1 четверть это какие-то уже 2013 год Или типа того Ну ладно Это все как бы не суть А вот до результата Кима До 1995 года Самый лучший известный результат Который удавалось получить Был с помощью локальной лема Ловаса Я сейчас опишу технику Как его получать Но выкладку финальную проделывать не буду Потому что она ужасная Ну противная просто Она абсолютно вам по силам Но зачем тратить время на такие выкладки Вряд ли они чему-то серьезно Уж вас научат Надо будет проведете Ну такое продвинутое упражнение по анализу В общем сейчас мы сформулируем результат Вернее не сформулируем А вместе к нему придем Давайте я теперь среднюю доску сотру И буду пытаться R от 3T оценивать снизу С помощью локальной лема Ловаса Которую стирать не буду Так, ну смотрите Давайте попробуем доказать Что R от 3T больше какого-то n Мы пока не знаем, что такое n Но конечно мы хотим максимизировать n Как функцию от t При каждом t мы хотим выбрать Самое большое возможное n Что это означает? Это означает, что существует Граф На n вершинах Такой, что В нем нет треугольников Омега от g меньше чем 3 S равно 3 В нем нет треугольников И в нем нет независимых множеств размера t Так же можно написать, да? Ну как? Существует граф Давайте возьмем случайный граф И докажем, что с положительной вероятностью Он обладает указанными свойствами Или просто выпишем условие, при котором Он с положительной вероятностью таков Так, я там не пропал? Нормально все? Я просто погас на мгновение Вот Да, да, да Давайте возьмем случайный граф А, вот Ну, понимаете Все крайне несимметрично Наверное, вы догадываетесь Что нелепо брать случайный граф Сейчас У которого вероятность ребра Одна вторая Ну, например Это потому нелепо Я вот веду диалог С пятью людьми Которые сидят в аудитории Но я надеюсь Что и по ту сторону экрана Меня тоже слушают Если нужно будет Какие-то вопросы зададут Я стараюсь с вами тоже Разговаривать всячески Так вот Если мы возьмем Вероятность ребра Одна вторая То мат ожидания Числа треугольников А нас интересуют треугольники Мат ожидания Числа треугольников В таком графе Чему равно? Да ладно Линейность математического ожидания Н вершин Вероятность ребра Одна вторая Сколько в среднем треугольников Одна восьмая От С из Н по три Среднее число треугольников Будет С из Н по три Поделить на восемь Это не обязательно записывать Я просто хочу Чтобы у вас интуиция появилась Ну, слушайте Это стремящаяся К бесконечности величина Причем со свистом Почти как в полном графе Да? А нам-то надо Избавиться С высокой вероятностью От треугольников Вряд ли надо брать Вероятность ребра Одна вторая Наверное, вероятность ребра Вообще должна стремиться К нулю Причем довольно быстро А вот как именно Совершенно непонятно Ну так вот Какая тут может быть Интуиция Как догадаться Какую взять вероятность ребра Чтобы получился Получший результат Вот давайте просто возьмем Случайный граф Ж от Н Запятая П И П это вообще говоря Функция от Н Мы уже тысячу раз Сталкивались с тем Что такое конечно бывает Мы возьмем пока так А потом сформулируем результат В терминах Ну давайте подберем Оптимальное П Пока возьмем какое-то П А уж как его там выбирать Это будет отдельный вопрос Вот возьмем какое-то П И возьмем случайный граф Ж от НП Пуф Чтобы применить локальную лему Наверное нам надо ввести Какие-то события Про которые захочется сказать Что вероятность их Одновременного невыполнения Больше нуля Так люди не видят локальную лему Потому что мы не повернули камеру Но я думаю что в принципе Все понимают Да о чем идет речь Даже те кто находится за камерой За кадром Ну какие тут бывают события Вредные Которые хотелось бы Чтобы не выполнялись Появился треугольник Появилось независимое множество Правильно Ну то есть у нас вот так вот Есть события А1 И так далее А, С и ЗН по 3 И есть события Б1 И так далее Б, С и ЗН по Т То есть у нас есть вот эта традиционная Сарделька на Н вершинах Все Н вершин нашего графа Случайного Да Можно вернуться уже на эту часть доски Не обязательно пока показывать Скоро потом туда перейдем опять Но пока не нужно Вот Значит есть эта традиционная сарделька Ну либо в ней мы выбираем троечки Всевозможными способами И для каждой троечки Смотрим вот такое вот событие Указывающее на то Образовался конкретный треугольник или нет То есть множество Знаете Вот Чтобы точно всем было понятно Вот что такое А1 Это множество тех графов Которые содержат конкретный треугольник На трех вершинах Треугольник с номером 1 Их как-то перенумеровали И дальше Ну и здесь то же самое Берем какие-то Множество размера Т И смотрим на множество тех графов Для которых там дырка Независимое множество на Т вершину Так То есть Вот я сейчас все-таки вернусь тогда К локальной леме Вот это Н Которое у нас здесь Вот это Н лучше тут показывать Вот это Н В нашем случае это С из Н по 3 плюс С из Н по Т Вот это все события И тут тоже написано все события Может надо было Для единообразия здесь написать С1СС из Н по 3 Но СС из Н по 3 Это что-то ужасное Но Д можно написать Так никого не запутал Понятно В локальной леме Есть сколько-то событий Вот наши события И нам нужно Давайте я запишу Нам нужно Чтобы вероятность Пересечения по И от единицы До С из Н по 3 А и так с чертой Пересеченного с пересечением По Ж от единицы до С из Н по Т Б житых с чертой Была больше нуля Нам это нужно Но согласно локальной леме Для этого нужно Чтобы вероятность каждого события Как-то там оценивалась Был какой-то Турграф зависимостей Ну давайте заметим Что вероятность Это ищется Что вероятность А и этого Это просто П в кубе Я надеюсь Это понятно Конкретные 3 ребра Присутствуют Вероятность Давайте тут напишем тоже Б Житого Итого Неважно Равняется 1 минус П В степени С из Т по 2 Ну что отсутствуют Все ребра На этих конкретных Т вершинах То есть Сами вероятности Мы знаем Нам надо Теперь построить Какой-нибудь Естественный Орграф В зависимости На множестве Этих событий Так Ну мы очень любим Двудольные графы Вчера вроде показывали Я не знаю Присутствовали мы На вчерашней встрече Или нет Так У нас Двудольный граф Одна доля состоит Из событий А1 АС Из Н по 3 Другая доля Состоит Из событий В1 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 Из Н по 3 Нет Но я знаю Один человек точно был На этой встрече Из присутствующих Так что Да Двудольный граф Это да Это наша любовь Вот Ну не важно Что он Он не двудольный Сейчас получится У него две доли Но ребра пойдут И тут И тут И тут Так что это никакой Не двудольный граф Конечно Я сейчас Орграф Зависимости Строю Ну понятно Что у нас Бывают зависимости Между событиями Этого типа Типа А Бывают Зависимости Между событиями Типа Б И бывают Перекрестные Зависимости Причем А может Зависить От каких-то Событий типа Б А наоборот Может Б Зависить От каких-то Событий Типа Ну вот Давайте Я введу Какое-нибудь Обозначение Такое Вот А Ит Как бы Это Пограмотнее Обозначить Ну Пограмотнее Наверное Вот так Надо нарисовать Как-нибудь Значит Имеется Ввиду Количество Зависимостей Аитого Фиксированного От Событий Типа Вот мы Зафиксировали События Аитого В этой Левой Доле И смотрим А во сколько Других Событий Нам следует Направить Стрелочку Вот к вашему Вопросу Как раз Мы сейчас Будем строить Орграф Зависимости Ровно Как В конце Прошлой Лекции Когда Я доказывал Что Симметричная Локальная Лемма Вытекает Из Вот Этой Несимметричной То есть Мы будем Брать Конкретное Событие Смотреть От Каких Других Событий Например Такого Типа Или Другого Типа Оно Зависит И во Все Такие События Направлять Стрелочки Вот Такой Орграф Зависимости Мы будем Строить Вот В какие-то Другие Ожитые Понятно Обозначение Я не хочу Здесь писать Ожитое Чтобы не Фиксировать Ж А красивое Означает Что Ж Может быть Любым И вот Мы считаем Как раз Такое Вот Количество Ну Диезик Часто Используют Для Обозначения Количества Тут Ничего Особенного Нет Ну Как Его Посчитать Легко Сказать Давайте Его Посчитаем Я не Хочу Все Такие Количества Считать Их Будет 4 штуки Понятное Дело Дальше Будет АИТ От Б Красивого Потом Будет БИТ От А Красивого И БИТ От Б Красивого Вот Но Давайте Это Посчитаем То есть Мы Зафиксировали Конкретные Три Вершины Треугольника Которому Соответствуют События АИТ А Здесь Находятся Другие Тройки Вершин И Нам Нужно Понять Какие Другие Тройки Вершин В принципе Могут Влиять На Эту Тройку Ну Я Не Количество Сказал А Просто Вот Какие Те Которые Пересекают Хотя Ну Просто По Двум Те Которые Пересекают По Двум То есть Вот Такие Тройки Вот Это Выделено Зафиксировано Нас Интересуют Те Которые Пересекают По Двум Элементам То Вот Это Количество Это Три Умножить На Н-3 Просто И Всего И Дело Тремя Способами Выбираем Общие Две Вершины А Третью Оставшуюся Выбираем Из Оставшихся Н-3 Вот Ну И Дальше Точно Так же Вводим Количество А Итах Как я Уже Сказал Б Красивое Это Вот Сюда Пойдут Стрелочки Количество Б Б Прямое Итах А Красивое И Количество В Прямое Итах Б Красивое Все эти Количества Легко Комбинаторно Найти Я не буду Искать Ну Можно найти Прям Явные Формулы Суммы Будут Какие Получаться Но Смысл Всегда Нужно Пересекать Хотя бы По двум Вершинам Тогда Будет Зависимость Так Вот Куда Надо Прийти Надо Вот сюда Прийти Вот сюда Прийти Сюда Вернуться Как Вы думаете Что такое Чиселки Х1 Хn Но нам Их надо Как-то Выбирать Мы тоже Понятия Не имеем Чему Они равны Это Априори Угадать Невозможно Но Я В другом Смысле Задаю Вопрос Вот Когда У нас Симметричная Была Локальная Лемма То есть У нас Был один Тип Событий И все Имели Одинаковые Вероятности Все Эти Чиселки Равнялись 1 Поделить На Д Плюс 1 Ну Это Вот Я Так Доказывал В прошлый Раз Симметричную Лему Д Это Как раз Было Количество Стрелочек Просто Количество Зависимостей 1 Поделить На Д Плюс 1 Ну Ладно Я Не буду Спрашивать Как Вы Думаете Я Утверждаю Что Конечно В нынешней Ситуации Х1 Хn Это Просто Много Раз Какой То Х А Именно Вот Столько Раз Какой То И И Вот Столько Раз Какой То И Ну Имеется Ввиду Что Вероятности Аитова Все Одинаковые Поэтому Странно Было Было Это П В Кубе Оценивать С Помощью Разных Икситах Выбирать Разные Икситы В формулировке Этой Теоремы Для Оценки Вероятности Которая Имеет Одну И ту Же Величину Нелепо То Нам Надо Реально Выбрать Не Н Чисел А Два Числа Какой То Икс И Какой То Игрек Икс Будет Участвовать Вот В такой Оценке Для Вероятности Именно События В нашем Смысле Аитова А Игрек Будет Участвовать В такой Оценке Для Вероятности Б Итова Мне кажется Это Должно Быть Понятно Так Нет Я Наверное Еще Здесь Покажу Ну И Смотрите Когда Вот Здесь В локальной Лемме Все Называется А А у Нас Есть А И Есть Б Вот Если Присутствующая В этой Локальной Лемме Пара Это Действительно Пара Вот Таких То есть Находится Внутри Этой Доли То Очевидно Надо Перемножать 1 Минус Икс А Если А Из Вот Этой Доли А Житая Из Вот Этой Доли То Конечно Надо Перемножать 1 Минус Ну то есть Вот Эта Вот Граница Она Получается Следующего Вида Давайте Я просто Перепишу И Наверное Будет Понятно П В кубе Это Вероятность Нашего Аитова Она Должна Быть Не Больше Чем Икс На 1 Минус Икс В Степени Диез Или Шарп Как Вам От А Итого А На 1 Минус Игрек В степени Диез От А Итого Б А 1 Минус П В степени С Ист По 2 Не Превосходит Игрек На 1 Минус Х В степени Диез Б Ит А На 1 Минус Игрек В степени Диез Б Ит В Вот так Вот это Условие Локальной Леммы На числа Икс Игрек Фактически Ну и на П Конечно Тоже То есть В итоге Мы получаем Следующую Формулировку Жуткую Но зато Абсолютно Скажем так Программистскую Для тех Кто еще Хочет Хоть что-то Программировать Вот Значит Ну Ну Серьезно Вот это Совершенно Такая Ну конечно Численная Оптимизация Тут Никакого Особенного Программизма Нет То есть Это не то что Алгоритмически Сложная Задача Но такая Простая Численная Оптимизация Значит Формулировка Такая Пусть Для данного Т Нам дано Число Т Мы хотим Оценить Р от 3 Т Для Данного Т Число Н Такого Что Найдется П Принадлежащее 0,1 Надо чтобы это была именно вероятность ребра Найдется Х Принадлежащий Полуинтервалу Потому что так формулируется локальная лемма И найдется Игрек Принадлежащий полуинтервалу С которыми Выполнены Эти два неравенства Тогда Р от 3 Т больше чем Н Ну то есть Что надо запрограммировать Надо запрограммировать цикл по n От единицы формально до бесконечности И для каждого Для каждой итерации этого цикла Просто численно проверять существование P, x, y Удовлетворяющих Этой системе n в ней не видно Но оно присутствует во всех вот этих диезах n там конечно зашито очень существенно Я надеюсь вы это понимаете Вот То есть она Эта система Она зависит от всего То есть внутри вот этого цикла По n Вам придется вообще говоря Сделать цикл по p По x и по y Ну по какой-то сеточке Чему я говорю Прочисленные методы Что нужно конечно По сеточке будет какой-то пробежаться Вот Ну измельчаете Измельчаете Видно не получается ничего Ну все Значит вы уперлись в потолок А если вы все-таки найдете Такие как надо Чтобы с данными Тн Все получалось Ну отлично Значит вы можете переходить В следующей итерации И конечно самая лучшая оценка Будет на самой большой итерации По n Ну есть такой чисто программистский подход Если Помучаться Потратить Ну несколько часов Я думаю для большинства Может быть день даже И пооптимизировать это аналитически Ну то есть попытаться Как-то угадать решение Вот этой системы Явно написав все диезики Ну это жуть конечно Вот Ну такая хорошая задача По математическому анализу То можно вывести отсюда следствие Которое я не буду доказывать И не буду требовать доказывать Вот Но при желании можете попробовать Эта задача мне кажется Больше чем на 10 баллов Вот Но Почему бы нет Это дает оценку вида С Т квадрат На логарифм в квадрате Т То есть это хуже чем Ким В логарифм Т раз Но не то чтобы ужасно Ну согласитесь Т квадрат на логарифм Т Т квадрат на квадрат Логарифм Т Не сильно разнятся И вот это на самом деле Был чемпионский результат Вплоть до 95 года Локальная лемма появилась В начале 70-х Какой-то там 73-й кажется год И вот Тогда сразу конечно Получили вот это следствие А улучшение пришло Только через 20 лет примерно С это какая-то константа Может быть очень маленькая Это не важно Пусть хоть одна Кинтиллион Не имеет значения Главное что по порядку роста У вас получится оценка Т квадрат на квадрат логарифма Но это если захотите Я утверждаю что отсюда Вот из этого всего Можно это вывести Так Это одно приложение Я сейчас успею Еще одно приложение Локальной леммы Ловаса Не связанное с числами Рамсе Да давайте про числа Рамсея Действительно мне правильно напомнили Поскольку Для самих классических чисел Рамсея Я сделал в принципе все Уже С точки зрения их формального оценивания То чтобы не забыть впоследствии Давайте я напишу Следующие два факта Во-первых Диагональное число Рамсея Мы с вами научились С помощью локальной леммы Оценивать вот так Так вот совершенно замечательная вещь Состоит в том Что ничего лучшего Никто делать не умеет То есть мы здесь находимся На абсолютном топе знаний На абсолютной вершине Ну можно улучшать Вот это маленькое Но это не интересно абсолютно А корень из двойки поделить на Е Который казался нам Даже не мышью А какой-то там Вошкой Да Какой-то ничто Совсем смешно Было один поделить на Е За счет такого вот Альтернирования Стало корень из двух Поделить на Е Ну боже что ж мой А это вот самое лучшее Что известно То есть это тоже результат Ну примерно 73-75 года И с тех пор никаких улучшений В отличие например от R от 3T Вот R от 3T допустила улучшение После Кима А здесь никто не умеет В общем случае диагональное число Это вот локальная лемба Ловаса Если говорить про верхнюю оценку Мы с вами знаем вот такую 4 в степени S минус 1 Поделить на корень из PS На 1 плюс о малое от единицы Это мы с вами доказали Как следствие из рекуррентного Понятного неравенства Здесь есть улучшения Но тоже с ними очень плохо А именно Никаких экспоненциальных улучшений Никто не знает тоже Экспоненциальных улучшений Никто не знает Самое лучшее что известно Это вот так Гамма некоторая положительная константа Я ее естественно не знаю Не помню Ее наверное даже из текста статьи Невозможно понять Чему она равна Ну какая это гамма Положительная константа А здесь вот так Логарифм в квадрате S Поделить на логарифм повторный S Но давайте я быстренько смысл донесу Логарифм в квадрате S Больше Я тут напишу Логарифм в квадрате S Больше чем Любая наперед заданная константа Умножить даже вот так Если поделить на повторный логарифм S Давайте вот так напишем Больше чем C Логарифм S Но это тривиальное заявление То есть вы фиксируете S Ясно что начиная с какого-то S Это дробь больше чем C логарифм S Для второкурсника это очевидно должно быть Но тогда это означает Что E в степени минус гамма На вот эту штуку Меньше чем 1 Поделить на S в степени Там какой-то Какой угодно Наперед заданный То есть вместо оценки 4 в степени S Поделить на корень из S Который мы с вами умеем получать Получать умеют оценку У которой в знаменателе стоит что-то Что стремится к бесконечности Быстрее любого многочлена Вот эта функция убывает Со скоростью сверхполиномиальной Ну так довольно прилично Сверхполиномиальной Там почти в логарифм раз Вот Но это конечно никакая не экспонента Видите тут всего же логарифм в квадрате А не S Да экспонента ей как до небес И это очень сложный результат В общем выдающийся достаточно Он был получен в 2005 или 2006 году Тематиком по фамилии Конлон Он сейчас очень активно участвует На самом деле в работе вот той лаборатории Ну которая Яна Шапаха У нас же есть лаборатория Созданная по Мехгранту Я про нее все время рассказываю Такая чисто научная лаборатория Комбинаторно-геометрическая Вот там Конлон тоже в некоторой степени подвязается Но он сюда не приезжает Поскольку ковид и прочее Но он неоднократно выступал у них И на конференциях И на семинарах Вот с разными новыми уже результатами Но вот это до сих пор не побитый рекорд В отношении верхней оценки Любопытно то, что был такой Замечательный специалист по теории Рамсе Рональд Грэхам Ну лучше наверное Грэм говорить так Если уж совсем по-настоящему По-английски Там никакого х нет Произношение и фамилии Никакого х нет Но по-русски его почему-то вот так Транслитерируют Грэхам Вот он к сожалению умер в прошлом году Но уже в таком солидном возрасте 85 лет ему было Он очень много занимался этими вопросами И был абсолютно уверен Что экспоненциальное понижение Все-таки сделать можно И он говорил Ну докажите хотя бы вот что-нибудь такое Не знаю Вот что-нибудь такое Ну должно это получиться И вообще это не должно быть сложно Говорил он Я вслед за Эрдошем Говорил он Готов за это дать 100 долларов Эрдош назначал цены за задачи Не знаю все знают или нет Но он говорил Вот за эту задачу решение Я бы дал 100 долларов За это там 3000 Ну то есть он оценивал сложность задачи Этими долларами Вот Грэм считал что вот такой результат Должен стоить не больше 100 долларов Но не он сам Никто из тех кто пытался это сделать Никон вон никто Вот так и не получил Свои 100 долларов К сожалению Непонятно То ли действительно мы болтаемся В какой-то В каком-то недопонимании То ли все-таки это не 100 долларов Стоит Это реально сложная задача Вот Ну ладно Я все-таки обещал еще одно применение Локальной Лема Ловаса Оно не Про числа Рамсе А оно про хроматические числа гиперграфов Ну что такое хроматическое число графа Мы все с вами прекрасно знаем Очень много им занимались В прошлом семестре Уж больше некуда И не помню Говорил я об этом или нет Ну сейчас скажу Конечно есть вот такая вот простая Верхняя оценка Мы больше занимались нижними оценками Есть вот такая понятная Верхняя оценка Верхняя оценка Величиной дельта плюс 1 Где дельта Это максимальная степень вершины Максимальная степень Вершины Графа G Так я надеюсь Это тривиальное упражнение Если можно Я это не буду доказывать Индукция или что хотите Жадный алгоритм Вот Это простое упражнение А вот представьте себе Что у нас есть гиперграф Ну скажем N однородный Это мы тоже хорошо знаем Что такое Это граф У которого в каждом ребре N вершин N однородный гиперграф Ну для N равно двойке Будет обычный граф Можно ли написать Какую-нибудь аналогичную оценку Для его хроматического числа Давайте только я скажу Что это такое Наверное проще словами Это минимальное количество цветов Конечно же В которые можно так покрасить вершины Опять же Конечно же Вот важно чтобы что Чтобы каждое ребро Было не одноцветным Просто не одноцветным То есть мы не требуем Чтобы все вершины имели разные цвета Мы требуем Чтобы в каждом ребре было Хотя бы два цвета Общее количество цветов Может быть хоть тысяча Вот это минимальное количество Но при этом Каждое ребро должно быть Просто не одноцветным Не все вершины одного цвета Вот минимальное количество Таких цветов Называется хроматическим числом гиперграфа Вот можно ли как-то Хроматическое число гиперграфа Оценить в терминах Ну естественно его однородности То есть от N наверное оценка Будет зависеть И максимальной степени вершины Степень вершины гиперграфа Это сколько ребер Эту вершину содержит Это понятно То есть тут ничего нового нет Ну давайте вот как и здесь Попробуем прийти к результату С помощью локальной леммы И потом его сформулировать А не наоборот Оказывается что без локальной леммы При N больше либо равном тройке Получить результат не удается То есть это мощный инструмент Который нужен вот в такой Казалось бы очень простой ситуации То есть для обычного графа Тривиальное упражнение Но как только появляется гиперграф N больше либо равно тройке Ничего руками не делается Нужна локальная лемма Вот Ну как ее использовать Сейчас легко сообразим Значит давайте Пусть У нас есть какое-то ребро Этого гиперграфа Да А не так Забыл Сначала Покрасим В множество вершин Нашего гиперграфа В R цветов Случайно Вы меня спросите Что такое R Ну как обычно Мы его подберем Оптимально позже То есть пусть просто Какое-то R Покрасим множество V В какое-то число цветов Которое обозначено R Случайно Что значит случайно Ну вот у нас есть Это множество V Вот оно есть Это вершины Мы идем Вдоль этого множества Дошли до какой-то вершины И выбираем просто Один из R цветов С вероятностью Одна R И присваиваем ей Все Ну это независимо По множеству вершин делается То есть это не схема Бернули Но это такое обобщение Схемы Бернули Мы вместо монетки Бросаем там что-то более сложное У которого R исходов Ну кубик с R гранями Я не знаю что это такое Не Ну уже такой кубик с R гранями Он же должен быть еще понимаете Как Симметричным же Как-то надо его сделать так Чтобы каждая грань имела Одну и ту же вероятность Не Мне кажется Мы не бросаем кубик Мы просто берем R карточек Запихиваем там В какую-нибудь коробку Тщательно перемешиваем Руку запускаем Достаем Мне кажется Это более правильная интерпретация С точки зрения физики Вот Ну не важно В общем Ну очень простая схема Вот теперь давайте Просмотрим Любое ребро Какое-нибудь ребро А принадлежащее Е А это ребро Из множества ребер Нашего гиперграфа Поскольку он Н однородный То мощность А Равняется Н Ну это я просто подчеркиваю Чтобы было понятно Чего происходит Мощность А конечно Равняется Н А красивое Это событие Такое что А одноцветно Взяли конкретно ребро Связали с ним событие Состоящее в том Что вот в этой Очень простой Случайной раскраске Ребро одноцветно Вот это ребро А Одноцветно Ну с какой вероятностью Оно одноцветно 1 на R В n-ной степени Это вероятность того Что оно целиком Покрашено в первый цвет Точно такая же вероятность Того что оно целиком Покрашено во второй цвет Ну и так R раз Вот так получается Складываем просто Вот такую вероятность R раз самую собой Это будет R в степени 1-n Я так напишу Да? Теперь зависимости Вот у нас Все ребра Какие-нибудь там A1 И так далее А с индексом Мощность E Я не знаю Сколько у меня ребер Не важно Вот им отвечают события А красивая 1 А1 Одноцветно А красивая Е АЕ Одноцветно Мы фиксируем Какое-то событие АИТ Какие из оставшихся Могут на него повлиять Хотя бы теоретически От каких оно может зависеть Чтобы с гарантией Ото всех остальных Уже не зависеть от совокупности Значит если нам дано Какое-то АИТ То дано и соответствующее А прямое АИТ Да? Вот от каких А прямое житое Скажем так От каких А красивое житое Конечно Но для каких А прямое житое От соответствующих А красивое житое А красивое и Те зависит Где пересечение не пусто Правильно? Ну наверное правильнее сказать так Что точно не зависит Если пересечение пусто Поэтому если мы возьмем Все те с которыми оно пересекается И туда проведем стрелочки Ворграфе зависимости Ну уж точно мы не прогадаем То есть я могу сказать так Д не больше чем Количество Ажитых Таких что Ажитое Пересеченное с АИТом Не пусто Вот так Ну давайте я нарисую Картинку простую Вот у нас есть АИТ В нем всего Н чисел Н элементов Н же Однородный граф Вот тут написано Да? А дельта Которая нам тоже дана Это максимальная степень вершины Помните, да? Так вот Сколько же можно найти Еще как максимум Других Ажитых Чтобы они не пусто Пересекались с АИТом Но я бы сказал Н умножить на дельта Без единицы Имеется ввиду Что эти Ажитые Могут пересекать Например АИТа По его первому элементу Если они его пересекают По первому элементу То их точно не больше Чем дельта минус 1 У каждого числа У каждой вершины Степень не больше Чем дельта Вот она уже входит В АИТа И нас интересуют Еще какие-то Ажитые Которые по этой вершине проходят Их точно не больше Чем дельта минус 1 Но теперь по этой вершине Есть какие-то Ажитые Может быть другие Может те же Мы не знаем Но их точно не больше Чем дельта минус 1 Всего n вершин В множестве АИТа Ну значит получается Что вот это Не превосходит n На дельта без единицы Как я и сказал Что? Ну а вдруг Они попарно По одной вершине Пересекаются Вдруг такой хитрый Гиперграф Что все ребра Пересекаются Только по одной вершине Каждые два ребра Ну почему вырожденные То есть Вы вот так нарисуете Потом вот так Потом какой-нибудь Вот здесь возьмете элемент Вот здесь возьмете элемент Вот здесь А там еще сардельку добавите И вот все это вместе Будете считать одним ребром Черт их знает Как они намешаются И сколько вы их настроите Таких Чтобы они каждые два Пересекались По одной вершине Их можно чертову прорву Таких построить Вот если они Пересекаются По нескольким Тогда оценку Можно улучшить Но я же пишу оценку Для любого Аж Мне нужно получить Какую-то универсальную оценку Хроматического числа Гиперграфа Аж Все что я про Аж знаю Это то что у него есть Дельта и есть Н Вот здесь вполне себе Ну может и так случится А может и не так Вот Но всегда это не больше Чем Н умножить на дельта минус 1 То есть все Мы пишем условия Из симметричной локальной леммы Нам не нужно даже Несимметричную применять Можем симметричную здесь применить Е умножить на Р в степени 1 минус Н Умножить на Н дельта минус 1 плюс 1 Не превосходит единицы Вот если выполнено это условие То вероятность пересечения Отрицаний положительная Не выполнено ни одной из событий То есть все множества не одноцветные Ровно что нам нужно Спеваете, нет? Если выполнено вот это Это условия симметричной локальной леммы Если вот это Тогда вероятность пересечения А красивых итах по Е От единицы до мощности Е С чертой больше нуля С положительной вероятностью Не выполняется ни одно из событий Ну это просто следствие локальной леммы Утверждение локальной леммы Что значит не выполняется Ни одно из событий? Это значит, что каждое ребро Не одноцветное А это в свою очередь Означает, что хиотаж Не превосходит R Но вот это Это условия на R Вот мы сейчас выведем оценку для хиотаж Реальную выведем оценку Вот то, что здесь написано Это условия на R Которое изначально мы больны были выбирать как угодно Мы говорим Пусть R теперь таково Что вот это неравенство выполняется Тогда хиотаж не превосходит R Но давайте решим это неравенство относительно R Слава богу, это не та система Из двух ужасных условий Которая была здесь еще не так давно Давайте я тут сотру часть И как раз получим следствие Ну, надо перенести R вправо У нас получится R в n минус 1 больше либо равняется E на n дельта минус 1 плюс 1 Вот так Да? Ну, это означает, что R больше либо равняется корень n минус 1 степени Из вот этого выражения Вот так Ну, то есть мы можем взять Самое маленькое из тех, которые обладают этим условием И это будет самая лучшая оценка для хроматического числа Самое маленькое Это верхняя целая часть от этого корня n минус 1 степень Берем в качестве R эту штуку Она этим свойством обладает Значит, хиотаж всегда не превосходит такого R Вот Теорема получилась Теорема, что если у гиперграфа n однородный Если гиперграф n однородный И у него степень вершины максимальная дельта То его хроматическое число не больше вот такой штуковины Для n равного двойки, заметьте То есть для случая обычного графа Здесь будет корень первой степени То есть корня не будет Здесь будет стоять 2 Что такое? E на 2 дельта минус 1 Вот так И это хуже, чем тривиальный результат Ну тривиальный результат Дельта плюс 1 А здесь какая-то еще бяка налезла Но я еще раз повторяю Уже при n равном тройке Ничего лучшего никто не умеет сделать Без локальной лемы ловаса Во всяком случае Такие вот удивительные штуки бывают Ну все на сегодня Я думаю, что я в принципе уложился Нормально, несмотря на задержку Ну просто мог еще что-то сказать Но в принципе нормально Вопросы есть какие-нибудь еще? Присутствующие где-нибудь Тут, там Что, что еще раз? Вот это? Еще раз Почему D не превосходит? Что, что? Потому что одно ребро аитая Уже зафиксировано Содержащее эту вершину А ее содержат в принципе Не больше, чем дельта А нас интересуют другие Ажитые, отличные от аитова Которые содержат эту вершину По ней с аитом пересекаются Мы фиксируя вершину Знаем, что в принципе Ее содержат не больше, чем дельта Ребер Но мы зафиксировали сейчас Вершину конкретного ребра Значит, других ребер Которые образуют события Теоретически зависящие От события, отвечающего этому ребру Их не больше, чем дельта минус один Ну и так для каждой вершины Да Больше нуля строго Значит, существует такая раскраска При которой все вот эти вот множества прямые Не одноцветные В пересечении находятся раскраски События – это просто множество раскрасок Если мера множества раскрасок положительной Такие раскраски есть Весь пафос вероятностного метода всегда такой Ну ладно Наверное, сейчас надо отпускать Народ Да